Здравствуйте друзья! Недавно на нашем канале вышло видео, которое называлось «Проснись, тебя обыграли». Обложку этого видео вы сейчас видите на экране. Если кратко, это видео было посвящено обманам, которые сейчас можно в изобилии встретить в среде людей, которые называют себя верующими людьми. А что раз верующего в Бога человека можно обмануть? Спросите вы? Друзья, в том то и дело. Сатана прекрасно знает, что пока верующий человек с Богом, пока Дух Святой находится в разуме этого человека, обмануть его сатане будет очень и очень тяжело. Практически невозможно. Почему? Потому что Святой Дух объяснит этому человеку, в чем заключается тот или иной обман сатаны. Вы наверное помните эту историю из Библии. Сириане в те времена были врагами и воевали с Израилем. И царь сирийский разрабатывал со своими подчиненными военные операции против Израиля. Сирийская военная руководство разговаривала между собой, планируя и решая, в каком месте им сделать засаду против израильской армии. Но каково было разочарование сирийского царя и его подданных, когда они устраивали засаду, но по неизвестной для них причине все их замыслы разрушались, так как израильское войско не проходило тем путем, где сирийцы устраивали свои засады. И в какой-то момент царь Сирии сильно разозлился. Он начал подозревать, что среди его подчиненных есть предатель. И вот что Библия говорит о том, что дальше тогда произошло. «И встревожилось сердце царя сирийского по сему случаю, и призвал он рабов своих, и сказал им, — Скажите мне, кто из наших в сношении с царем израильским? И сказал один из слух его, — Никто, господин мой царь, а Елисей, пророк, который у Израиля, пересказывает царю израильскому и те слова, которые ты говоришь в спальной комнате твоей» Так в чем же, друзья, заключался секрет непобедимости народа Божьего в то время и в наше время тоже? Почему враги разрабатывали различные военные операции, но все их планы разрушались? Секрет простой. Святой Дух открывал пророку Елисею все тайные замыслы врага. А пророк Елисей рассказывал все, что ему открыл Бог царю Израильскому. И таким образом все тайные замыслы сириан разрушались, так и не исполнившись. Скажите, друзья, разве эта история, записанная на страницах Ветхого Завета, была записана только как интересная история? Разве эти события не были записаны и для нашего наставления, чтобы мы с вами, живущие в двадцать первом веке, знали, что до тех пор, пока мы сотрудничаем с Богом и до тех пор, пока мы стоим на основании Его истины, мы точно так же не победимы нашими врагами, как и народ Израильский во времена пророка Елисея. Осознаете ли вы, друзья, что Дух Святой готов сотрудничать сегодня с каждым из нас точно так же, как Он некогда сотрудничал с пророком Елисеем и с народом Божиим? Бог не изменился с тех пор, и не в планах Божьих, чтобы его народ сегодня был обманут различными завуалированными планами врагов. Проблема сегодня заключается в том, что народ Божий нашего времени совершенно равнодушен и беспечен. Многим из современного народа Божьего сегодня совершенно безразлично, какие планы сатана составляют против них. И пусть вас не удивляет то, что я сейчас скажу, но многие современные верующие, называя себя народом Божиим, открыто сотрудничают с врагом и сами участвуют в реализации его планов. Они уже настолько ослепли духовно, что совершенно утеряли способность отличать сирийского царя от пророка Елисея. И даже если кто-то сегодня осмелится рассказать и раскрыть народу, называющему себя народом Божиим, планы сатаны и его подручных, как это делал Елисей, то этого человека может затем ожидать самая непредсказуемая реакция со стороны народа, называющего себя народом Божьим. Слепой народ сегодня будет с большим удовольствием воевать с тем, кто ему раскрыл обман и планы сатаны, нежели со своими противниками и врагами. То есть народ сегодня охотнее воюет с Елисеем, образно говоря, нежели со своими врагами сириянами. Современных Елисеев они сегодня объявляют своими врагами, а о сириянах они говорят, что это самые лучшие их друзья. Что вы с этим можете сделать? И что можно сделать с таким народом? И с такой его реакцией на истину? Я ничего не придумываю и не преувеличиваю. В этом видео, которое называется «Проснись, тебя обокрали», в одном из эпизодов этого видео мы показывали ложные пророчества Дэвида Гейтса, которые Дэвид Гейтс произнес еще в 2018 году и в начале 2019 года. Суть ложного пророчества Дэвида Гейтса заключалась в том, что он ясно и недвусмысленно предсказал, что 23 марта 2019 года в Соединенных Штатах Америки вступит в силу закон о воскресном дне и начнутся преследования народа Божьего. Итак, сатана через Дэвида Гейтса сделал то же самое, что он однажды сделал через царя Сирии. Сатана сделал засаду, образно говоря, для народа Божьего. Разумеется, эта засада была не буквальная. Гейтс произнес ложное пророчество. И если есть те, кто в наше время выполнил роль, которую однажды сыграли сириане, то согласитесь, друзья, должен также быть кто-то, кто выполнит сегодня роль пророка Елисея. Кто-то должен был разоблачить обман Дэвида Гейтса и Артура Бренера. И такие люди тоже были. Они разоблачали этот обман. Но вот только народу Божьему в большинстве своем это никак не помогло. Народ, именующий себя народом Божьим, начал активно бороться. Нет-нет, не сирианами они боролись, а с Елисеями нашего времени. Наверное, пришло время привести один пример. Вы сейчас видите на своем экране комментарий, который нам недавно написала одна женщина. Вот послушайте то, что она здесь пишет. И что он плохого сказал, пишет она, ошибся всего на полгода. Начался ковид, были приняты законы, много людей погибло, Рим пошел в наступление. И в конце своей проповеди он сказал, что может этого и не произойдет. Тогда у нас еще будет время подготовиться. Итак, друзья, что делает эта женщина, которая написала свой комментарий? Она обвиняет нас. И оправдывает она кого? Она оправдывает Дэвида Гейтса. Она атакует Елисея, который разоблачил обман. И оправдывает царя Сирийского, который сделал засаду для народа Божьего. Первая фраза, которая меня отрицательно впечатлила в этом комментарии. Эта женщина пишет, что Дэвид Гейтс ошибся всего на полгода. Друзья, во-первых, не на полгода, а на целых 9 месяцев. Но ошибка в назначении дат, это плохо, но это мелочи по сравнению с тем, что Гейтс ошибся еще вдобавок в самом событии, которое должно было произойти по его расчетам 21 марта 2019 года. Дэвид Гейтс предсказал, что в это время будет принят закон о воскресном дне. Но никакого закона так принято и не было. И Гейтс понял, что это провал, и нужно было что-то с этим провалом делать. И Дэвид Гейтс, недолго думая, придумал, как можно эту катастрофическую ошибку обыграть. Прошло совсем немного времени, его пророчество не сбывалось, потому как оно было ложным, поэтому оно и не сбывалось. И впоследствии, когда в 2020 году начались события с этой странной, так скажем, болезнью, Дэвид Гейтс, недолго думая, рассказал новую сказку для слепых адвентистов. Новая сказка Дэвида Гейтса звучала так. Я же вам говорил, что это произойдет. Под словом это, Дэвид Гейтс имел в виду пландемию и все, что к ней прилагалось. И те, кто мне поверили, продолжал без какого-либо стеснения Дэвид Гейтс, смогли всего этого избежать. Согласитесь, друзья, когда вы предсказываете и назначаете точную дату выхода декрета о воскресном дне, и в назначенную вами дату ничего не происходит, то вам же нужно как-то теперь выкручиваться из этого неприятного положения. А тут через 9 или 10 месяцев подвернулся удобный случай в виде странной болезни, и Гейтс и его сторонники закричали на весь мир. Но вот же оно! Именно это мы и предсказывали! Скажите, друзья, если Бог дает какое-то пророчество, разве Бог может ошибиться? Разве Бог может ошибиться на 10 месяцев в дате исполнения этого пророчества? И не только в дате. Скажите, разве Бог мог сделать ошибку в самом событии, которое должно произойти? Нет, конечно. Мы с вами знаем, что Бог не ошибается. Но я хочу еще обратить внимание на то, что написала эта женщина в своем комментарии. Она пишет, начался ковид, были приняты законы, много людей погибло, Рим пошел в наступление. И в конце своей проповеди он, опять-таки Дэвид Гейтс, сказал, что может этого не произойдет. Тогда у нас еще будет время подготовиться. Друзья, так если вы трактуете, что пандемия исполнила предсказания Дэвида Гейтса, так почему же вы дальше пишете, что Дэвид Гейтс сказал, что может этого и не произойдет? Так это произошло или не произошло? Друзья, не нужно заканчивать духовную семинарию, чтобы понять, что это пророчество Дэвида Гейтса, похоже на слова одной известной песенки. То ли дождик, то ли снег, то ли будет, то ли нет. Бог так не работает, друзья. Так работает только сатана. Итак, народ Божий в большинстве своем уже настолько ослеп, что вместо того, чтобы воевать с сирианами и разрушать их замыслы, народ Божий сегодня воюет с современными Елисеями и обличает их. Почему же это все происходит с современным народом Божьим? Спросите вы. Я отвечу вам. Вот, например, один текст, который я вам очень рекомендую внимательно прочитать. Вот, что Бог здесь говорит. «За то, что они не приняли любви истины для своего спасения, и за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи». Прочтите этот текст несколько раз, чтобы его содержание стало вам понятно. В этом тексте есть ответ на вопрос, почему современный народ Божий так легко подается и так легко верит всякой лжи. Причина состоит в том, что они не приняли любви истины для своего спасения. Что это значит? Это означает, что в их разуме нет Святого Духа. Дух Святой не с ними. Это главная причина, друзья. Но здесь же в этом стихе мы находим и последствия, которые следуют за этой причиной. Здесь написано. Так что они будут верить лжи. Вот вам и последствия. Вот вам ответ, почему многие называют сегодня таких, как Дэвид Гейтс, истинными пророками Божьими. И одновременно, тех, кто им говорит правду и раскрывает, в чем заключается обман, они называют слугами сатаны таких людей. В их головах все перемешалось и все перепуталось. Они слепы, но считают себя зрячими. Известно ли вам, друзья, что если человек знает, что он болен, то это не проблема. Все, что ему нужно сделать, это пойти к врачу. Точно так же обстоят дела и с духовными болезнями. Если человек осознает свою духовную нищету и духовную слепоту, то он стремится пойти к духовному врачу, к Иисусу Христу, и получить у него исцеление. Но если человек слепой, но при этом он считает себя зрячим и достаточно мудрым, чтобы самостоятельно распознать ложь, то такой человек никогда не пойдет ко Христу. Его случай безнадежен. Поэтому-то Иисус и говорит таким духовным слепцам нашего времени, «Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота ноготы твоей, и глазную мазью помажь глаза твои, чтобы видеть». Но слепые, не считающие себя слепыми, к Иисусу не приходят. Вот поэтому-то и написано, «За то, что они не приняли любви и истины для своего спасения, за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи». Я знаю, что некоторые из вас сегодня задают вопрос, почему так много разногласий в среде народа Божьего? У нас же есть одна Библия, у нас также есть и труды Духа Пророчества. Почему же сегодня настолько тяжело найти двух адвентистов, которые были бы едины по какому-то вопросу? Потому как большая часть народа Божьего отвергла истину для настоящего времени. С ними произошло то же самое, что произошло с Церковью Божьей в одни земного служения Христа. Как должен был отреагировать народ Божий на все эти лукавые мудрствования Дэвида Гейтса и других ему подобных? Если бы народ Божий читал труды Эллен Вайт, он бы обязательно нашел в этих трудах вот эту цитату. Вот что Эллен Вайт здесь пишет. Пусть все братья и сестры остерегаются всякого, кто назначает Господу время для исполнения Его слова относительно Его пришествия или относительно любого другого важного обетования. Не ваше дело знать времена и сроки, которые Отец положил в своей власти. Ложные учителя могут выглядеть очень ревностными в работе Божьей. Они могут жертвовать средства для донесения своих теорий до мира и до Церкви. Но к истине они примешивают заблуждение. Их весть обманчива. Она поведет людей на ложные пути. Им нужно противодействовать. Не потому, что они плохие люди, а потому, что они учат лжи и стремятся поставить на ложь печать истины. Конец цитаты. Друзья, остановите сейчас это видео и прочтите несколько раз внимательно эту цитату. Вестница Божья здесь все раскладывает по полочкам. Прочтите внимательно первое предложение в этой цитате, в котором написано. Пусть все братья и сестры остерегаются всякого, кто назначает Господу время для исполнения Его слова относительно Его пришествия или относительно любого другого важного обетования. Вы обратили внимание на то, что Олен Вайт здесь пишет о том, кого нам нужно остерегаться? Нам нужно остерегаться всякого. Любого человека. А если этот человек является пастором церкви адвентистов седьмого дня? Не важно, друзья. А если он, этот человек, уже несколько десятилетий, является опытным верующим, членом церкви адвентистов седьмого дня? И опять ответ тот же. Это не важно. Нам следует остерегаться всякого, кто назначает Господу время для исполнения Его слова относительно Его пришествия или относительно любого другого важного обетования. Но ведь Дэвид Гейтс не предсказывал и не назначал сроки второго пришествия Иисуса Христа, скажут сейчас некоторые. Но ведь здесь также написано, что нам нужно остерегаться всякого, кто что делает. Кто назначает Господу время относительно любого другого важного обетования. Итак, как мы на основании этих слов должны относиться к Дэвиду Гейтсу, который вышел и сказал, что в 2019 году, 21 марта, будет принят воскресный закон. Что нам говорит Дух Пророчества в этой цитате, которую мы только что прочитали? Здесь написано еще раз, я процитирую это. Пусть все братья и сестры остерегаются всякого, кто назначает время. Так что нам нужно остерегаться Дэвида Гейтса, спросите вы? Да, друзья, именно об этом Бог здесь и говорит в этой цитате через свою вестницу. Но Дэвид Гейтс ведь такой ревностный человек, пишут нам многие. Он ведь тратит столько сил для распространения истины. Для таких людей Элен Вай дальше пишет в этой же цитате. Ложные учителя могут выглядеть какими? Они могут выглядеть очень ревностными в работе Божьей. Они могут жертвовать средства для донесения своих теорий. Обратите внимание, друзья, своих теорий до мира и до церкви. Но к истине они примешивают заблуждение. Их весть обманчива. Она поведет людей на ложные пути. Обратите внимание, друзья, как Бог все предвидел. Бог заранее знал, что в конце времени в церкви появятся люди, которые будут назначать время. Эти люди будут выглядеть очень и очень ревностными в своей работе. Они могут даже жертвовать средства для того, чтобы донести свои ложные теории до мира. Но какую главную проблему этих людей подчеркивает Вестница Божья в этой цитате? Она пишет, но к истине они примешивают. Они примешивают, друзья. Они примешивают к истине заблуждение. Их весть обманчива. Она поведет людей на ложные пути. Друзья, остерегайтесь тех людей, которые к Божьей истине примешивают заблуждение. Если вы к Божьей истине примешиваете заблуждение, то в итоге, на выходе, так скажем, вы получите заблуждение. Но это еще не все. Некоторые сегодня встают на защиту таких ложных учителей, как Дэвид Гейтс, и говорят, Но ведь Дэвид Гейтс хороший человек. Он выглядит очень искренним. Друзья, мы сейчас не говорим и никогда в прошлом не говорили, что Дэвид Гейтс плохой человек. Мы вообще не знаем, какой Дэвид Гейтс человек. Поэтому мы и не судим о том, какой он человек, хороший или плохой. Но что мы сейчас судим и о чем мы сейчас говорим? Мы судим и разбираем учения Дэвида Гейтса, но не то, какой он человек. Вы разницу понимаете, друзья? Вот что Лен Уайт пишет в этой цитате. Им нужно противодействовать не потому, что они плохие люди, а потому, что они учат лжи и стремятся поставить на ложь печать истины. Вот в чем проблема таких, как Дэвид Гейтс. Но то, что мы с вами до сих пор разбирали, это можно назвать маленьким и слабым обманом. Гейтс и такие, как Гейтс, представляют пророчество, и это пророчество не сбылось. Это обман, это безусловно обман, но это еще не сильный обман. Сейчас мы с вами прочтем еще один текст из Библии, и вы поймете, что такое настоящие обманы и настоящие проблемы. Бог говорит в этом тексте. Если восстанет среди тебя пророк или сновидец, и представит тебе знамение или чудо, и сбудется то знамение или чудо, о котором он говорил тебе, и скажет при том, пойдем вслед богов иных, которых ты не знаешь, и будем служить им, то не слушай слов пророка сего или сновидца сего, ибо через сие искушает вас Господь Бог ваш, чтобы узнать, любите ли вы Господа Бога вашего от всего сердца вашего и от всей души вашей. Как вы уже успели заметить, друзья, если в первом варианте пророчества, знамения, которые представляют ложные пророки, не исполняется, то в данном случае предсказанное и сделанное ложными пророками сбывается. Не думайте, друзья, что вас в жизни будут всегда сопровождать такие ложные пророчества, которые не будут сбываться. Это было бы слишком просто, это было бы легко. Но сатана работает намного, намного сложней. Иногда он через своих слуг может что-то предсказывать, и то, что он предсказывал, это сбывается. И вот что меня беспокоит. Если многие из народа Божьего сегодня на несбывшееся пророчество говорят, что это пророчество от Бога, то что эти люди будут говорить, когда на их глазах будут происходить явные чудеса? Без всяких сомнений, в своей слепоте они примут ложь за истину. Нам уже сегодня необходимо хорошо запомнить, что чудо и даже сбывшееся знамение не является доказательством того, что человеком руководит Бог. Почему? Потому, что мы с вами только что прочитали, что если знамение и чудо сбудется, но человек, который их сделал, скажет, пойдем вслед богов иных, то как Бог нам говорит реагировать в этом случае? Бог говорит, «То не слушай слов пророка сего или сновидца сего, ибо через сие искушает вас Господь, Бог ваш, чтобы узнать, любите ли вы Господа Бога вашего от всего сердца вашего и от всей души вашей». Это важно запомнить, друзья, потому как в будущем мы с вами встретимся и с такими ложными пророчествами и ложными чудесами. Та ложь, которую мы видим сегодня, она с каждым днем будет увеличиваться. Обратите внимание на слова, которые сказал по этому вопросу однажды Иисус. «Тогда если кто скажет вам, вот здесь Христос или там, не верьте, ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных». Кто, по словам Христа, должны восстать в самое последнее время? Восстанут лжехристы и лжепророки. И что Иисус говорит о том, что будут делать эти ложные христы и ложные пророки? Они дадут великие знамения и чудеса. Обратите внимание на выражение. Они дадут великие знамения. Лжехристы и лжепророки будут давать не просто знамения, а что? А великие знамения. И для чего они будут давать эти великие знамения? Иисус отвечает здесь и на этот вопрос. для чего они будут давать эти великие знамения? Для того, чтобы прелестить, если возможно, и избранных. Вот за кем Сатана устроил самую настоящую охоту в это последнее время. А кто эти избранные? Это только адвентисты седьмого дня? Нет конечно. Это все искренние дети Божьи, которые до самого последнего момента, до излития язв, будут находиться во всех религиозных организациях нашего мира. Избранные дети Божьи есть в католической церкви. И такие же искренние и избранные дети Божьи находятся в православной церкви. Такие же искренние дети Божьи есть и в евангельских церквах. Они есть в организации, которая называется «Свидетели Иеговы». Не все в этих организациях являются искренними и избранными. Но те кто служит Богу согласно тому свету, который Бог им открыл. Вот за этими людьми Сатана и устроил охоту в эти последние дни мировой истории. А что с остальными людьми живущими в нашем мире? Остальные люди и так находятся под его Сатаны полным контролем. Они служат ему, некоторые служат осознанно, другие служат Сатане, но думают что они служат Богу. Они обмануты. И так Иисус говорит восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Обратите внимание на то что в этом стихе слова лжехристы и лжепророки стоят во множественном числе. То есть ни один ложный Христос и ни один ложный пророк будет являться в этот период времени. Их будет много. И каждый из них будет предлагать свои знамения и чудеса. А почему так? Дело в том, что действия Сатаны в этот момент времени можно сравнить с артиллерийской подготовкой. Те из вас кто смотрели фильмы о войне знают, прежде чем начнут наступать основные силы, ведется артподготовка. То есть местность на которой планируется наступление тщательно предварительно обстреливается артиллерией. И когда противник уже истощен после частых обстрелов, только после этого обычно начинают идти основные силы. Точно такую тактику Сатана предпримет в наше время. Вначале будет много лжехристов и лжепророков. И только после этого придет сам Сатана под видом Христа. Вот что об этом явлении Сатаны говорит Дух Святой через апостола Павла. «И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уз своих и истребит явлением пришествия Своего. Того, которого пришествие, по действию Сатаны, будет со всякою силою и знамениями и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. И за сие пошлет им Бог действия заблуждения, так что они будут верить лжи. Да будут осуждены, все они веровавшие истине, но возлюбившие неправду». Вы обратили внимание, друзья, что здесь написано о том, какие чудеса и знамения будет делать Сатана в этот момент? Его явление будет происходить со всякою силою, заметьте, со всякою силою, и знамениями, и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих. И опять здесь апостол Павел употребляет это слово со всяким неправедным обольщением. Это можно назвать главной атакой Сатаны. В эту атаку Сатана вложит все свое умение и все свое искусство обольщения. Он применит все свои силы. Вот как этот последний обман Сатаны описывает Святой Дух через свою вестницу в книге «Великая борьба». Заключительным актом великой драмы обольщения станет попытка Сатаны выдать себя за Христа. Церковь давно заявляет, что ожидает пришествия Спасителя, как исполнение своих надежд. Теперь великий обманщик создает видимость пришествия Христа. В различных частях мира Сатана будет появляться среди людей в виде величественного существа, окруженного ослепительным блеском, напоминая собой Сына Божьего, описанного Иоанном в Откровении. Давайте на этом остановимся. Итак, на что нам необходимо обратить внимание в этой цитате? Заключительный акт обольщения Сатаны. Сатана будет выдавать себя за Христа. Но зачем же Сатана примерит на себя эту маску? Зачем он будет выдавать себя за Христа? Для ответа на эти вопросы, давайте прочтем следующую часть этой же цитаты. «Слава, окружающая Его, то есть Сатану, превзойдет все когда-либо виденное человеком. Торжественные возгласы наполнят воздух. Христос пришел! Христос пришел! В величайшем восхищении люди падают перед Ним. Он поднимает руки и благословляет их, как это делал и Христос, будучи на земле. Голос у Него мягкий и приглушенный и вместе с тем мелодичный. Словами полными нежности и сострадания Он повторяет некоторые из тех благодатных небесных истин, сказанных когда-то Христом. Он исцеляет болезни людей и затем, подражая Христу, объявляет, что перенес субботу на воскресенье, и повелевает всем светить день, благословенный им. Он заявляет, что все, продолжающие упорно светить седьмой день, хулят Его имя, отказываясь слушать ангелов, несущих им свет и истину. Какой сильный и почти непреодолимый обман! И подобно самарянам, обманутым Симеоном Волхвом, многие от мала до велика будут внимать этому колдовству и скажут, «Сей есть великая сила Божья». Конец цитаты. Итак, друзья, на что нам необходимо обратить внимание в этой цитате? Во-первых, обратите внимание на то, как дьявол будет выглядеть в этот момент. Слава, окружающее его, превзойдет все, когда-либо виденное человеком. То есть, до этого момента никогда ни один человек ничего подобного не видел. Вы обратили внимание на то, как сатана будет подражать Христу? Он будет подражать не только во внешнем виде, но и в голосе, и в манерах. Аллен Вайт пишет, голос у него мягкий и приглушенный, и вместе с тем мелодичный. Друзья, отсюда я хочу сделать вывод. Не всякий, кто нам сегодня говорит мягким и мелодичным голосом, является нашим другом. А дальше еще интересней в этой цитате. Словами, полными нежности и сострадания, он повторяет некоторые из тех благодатных небесных истин, сказанных когда-то Христом. Он повторяет. Вот тогда сатана устроит настоящий спектакль с переодеванием. Он будет цитировать Библию. Друзья, вы готовы к этому? Он будет цитировать то, что однажды говорил настоящий Иисус, когда был на этой земле. Друзья, не всякий, кто сегодня цитирует вам Библию, является вашим другом. Сатана тоже может очень хорошо цитировать Священное Писание. А вот следующая фраза поможет вам понять то, о чем мы сегодня уже говорили. Здесь дальше написано. Он, сатана, будет тогда исцелять болезни людей. Люди нашего мира будут видеть настоящие чудеса. Хромые пойдут, слепые прозреют. И для чего сатана будет все это делать? Какова его конечная цель? Затем, здесь написано, подражая Христу, Он объявляет, что перенес субботу на воскресенье. И повелевает всем светить день, благословенный им. Он заявляет, что все, продолжающие упорно светить седьмой день, хулят Его имя, отказываясь слушать ангелов, несущих им свет и истину. Друзья, кто осмелится в этот момент возразить после всех чудес, которые будут перед этим сотворены сатаной? Эллен Уайт пишет в конце этой цитаты, какой сильный и почти непреодолимый обман. И последний вопрос, на который нам сегодня необходимо ответить. Если многие в это сравнительно спокойное по вопросу ложных чудес время, принимают такие простые обманы, как обман Дэвида Гейтса, выставляют его ролики у себя на канале Ютуб и берут у него интервью, то скажите, друзья, что вы будете делать в тот момент, когда сатана будет имитировать пришествие Христа? Поразмышляйте на досуге над этими вопросами. Берегитесь, чтобы вам не оказаться в той группе обманутых, которые будут смотреть на сатану в облике Христа и кричать во всеуслышание «Ура! Христос пришел!» Пусть Господь даст нам уже сегодня духовное зрение, чтобы мы могли различать, где свет, а где тьма, где истина, а где заблуждение. Аминь. Великая борьба. Именно так можно назвать величайшее противостояние за всю вечность. Это не просто спор между царствами и не философские дебаты, но грандиозное, опасное и судьбоносное противостояние, затрагивающее всю вселенную. Это борьба между добром и злом, между Христом и сатаной. И хотя в результате войны на небесах противник Бога проиграл, мы с вами все еще видим проявление зла. Оно рядом с нами и даже в нас. Поскольку сатана поработил наш мир, так великая борьба была перенесена с небес на землю. Мы рекомендуем вам уникальную книгу, описывающую историю этой борьбы за последние 20 веков. И если кто-то представляет себе ее как голливудскую сказку, где ангелы и демоны сражаются на огненных мечах, то из этой книги вы узнаете, что зло гораздо искусней, изобретательней и смертоносней. Мы живем в то время, когда величайшая борьба происходит не просто в мире, а в христианских церквях и сердцах людей. Это последний бастион сил тьмы. Из Священного Писания мы точно знаем, что победа Христа уже одержана. Злу нанесена смертельная рана на кресте. Вот почему нет более никакой нужды скрываться и таиться, как будто нас некому защитить от зла, как будто не существует ясной истины и нет полного спасения от греха. Ведь победа одержана, защита гарантирована, истина обозначена и спасение совершено. Узнайте об этом лично из книги «Великая борьба» и получите надежду. Христос грядет! Ссылки на книгу в текстовом и аудио вариантах можно найти в описании к видео, а также в сети интернету. Субтитры создавал DimaTorzok